Суп с клетками можно приготовить как для повседневного, так и для детского стола. Клецки на сметане получаются особенно нежные и вкусные. Прекрасная альтернатива любым макаронным изделиям. Приготовить клетки на сметане очень просто, а все ингредиенты доступны и, как правило, всегда под рукой. Суп для таких клеток подойдет совершенно любой, а можно просто добавить их в любой мясной бульон для большей питательности. Такие клетки придутся по вкусу и детям. Этого количества теста мне хватило на клетки для двух литров супа. Попробуйте. Яйцо одна штука. Мука три, четыре столовые ложек, с горкой. Сметана два столовые ложки. Соль, по вкусу. Количество порций, шесть, восемь. Подготовьте все ингредиенты. Разбейте яйцо в глубокую миску и добавьте соль, чтобы клетки не получились пресные. Взбейте яйцо вилкой или венчиком. Добавьте сметану. Перемешайте и добавьте муку. Готовое тесто должно быть жидковатым, но свободно стекать с вилки и недолго держать бороздку. Регулируйте количество муки, чтобы добиться примерно такой же консистенции. Это будет зависеть и от свойств клейковины, и от размера яйца. Клецки формируют так. С помощью двух чайных ложек в уже готовый кипящий суп или бульон выкладывают по одной третьей чайной ложки теста. Одна ложка помогает переместить клетку в суп. Не делайте слишком большие клетки, после приготовления еще увеличатся в объеме. После того, как клетки всплывут, варите суп еще 4 минуты. Суп с клетками на сметане готов. Приятного аппетита.